Всем привет! Вот и пришло время рассказать, что же у Капанадзе в зеленой коробочке. А в зеленой коробочке у нас ничего страшного нет. Там присутствует обыкновенный сварочный агрегат. То есть не обыкновенный как раз, а сварочный агрегат по схеме Буденова. То есть есть вот это вот, если мы видим, вот это вот, то что стоит, вот, дроссель управляемым насыщением, вот как раз из кровяка, который присутствует к Капанадзе и который вынесен специально за пределы своего устройства для того, чтобы ввести людей в заблуждение, что это связано с трансформатором Тесла. Ничего подобного там нету. И вот это вот у нас дроссель, который управляемый, я его называю, дроссельем. На самом деле он просто вот этот вот обмотка насыщения идет. Ну, в принципе, тот же самый управляемый дроссель. Капанадзе тоже вынесен за пределы, так сказать, своего устройства только для того, чтобы людей ввести в заблуждение. А сколько там на нем чепухи наматано и внутри, специально сделано на кольцах, чтобы люди голову забивали, что уж там внутри. И как, чего, ничего там нету, тут всего две обмотки. Мотайте на кольцах, на чем угодно. Но только феррит, он и есть феррит. У него проницаемость больше. Так, что у нас дальше? Вся схема, что тут у нас есть. Тут у нас стоит трансформатор. В нашем случае, ну, в принципе, если в интернете поискать, найдете. Работающий в резонансе 50 Гц. Подбирать вот эту емкость. В нашем случае, это 160 микрофарад. Дальше идет катушка возбуждения. На второй стороне. Это вот отдельно стоит. Причем, по работе, если мотаешь, в принципе, это уже по железу я говорю. Вот он, V-образный трансформатор. Ну, одна тонкость к основному трансформаторному железу. Еще, с одной стороны, кусок того же трансформаторного железа, наполовину спиданного, вставленный. То ли для развязки со вторичкой, я не знаю. Но все это делается, в принципе, там пояснение есть, посмотрите. И еще раз повторяю, катушка возбуждения, которая идет потом на трансформатор, причем он сделан по схеме бифиляры. Ну и, соответственно, выход у нас идет 5000 вольт на разрядник, соответственно. Все работает очень просто. Вот эта катушка у него, у Капанадзе, вынесена наружу. И вот всего там присутствуют две обмоточки. Это не трансформатор, как он вам вводил в заблуждение, а дроссель. Так, что я еще мог, не мог сказать. Ну, в принципе, главное понять принцип работы. Как это делается. Это делается уже разными путями, как вам угодно. Причем присутствует полный аналог этой схемы в продаже. Как говорить не буду, какой говорить не буду, потому что, как реклама, не буду ее пускать. Но все это можно делать на просто. Если покупаете заводской, то просто перематываете выходную обмотку на 220. Все. И ставьте по выходу конденсаторы. Для того, чтобы запитать по времени на самозапитку. То есть по времени должен быть на тот топ, емкость рассчитанная, который потребляет данное устройство сам себя. Оставшиеся, так сказать, халявы можете использовать по любому назначению. Ну, вот и все. Собирайте, пользуйтесь. Время пришло.